Юля сильно травмировала ногу. Врачи сделали всё возможное, чтобы пара продолжала соревнования. Удержатся ли наши ребята на вершине турнирной таблицы? Давайте будем болеть за них. Я буду делать всё, что от меня зависит, всё возможное и невозможное, чтобы победить. Мне может помешать победить, например, травма. Я сразу же подумал, господи, только бы не разрыв ахилла. Ну, это достаточно серьёзная спортивная травма. Повреждение кроножной мышцы в месте перехода её по ахиллу схожилия. Боже, я как будто, блин, как будто никогда не каталась на коньках. Я тебе клянусь. Естественно, я бы без разрешения врачей не вышла бы на лёд. Врачи дали мне разрешение только с тем условием, что Петя поможет мне максимально больше не нагружать эту ногу. На дворе висит-висит мочало. Начинаем всё сначала. Смертельный номер! Я думаю, что чем сложнее путь, тем слаще будет победа. Встречайте пару номер одиннадцать. Солист как группы «Блестящие». Юлия Блестящая и пятикратный чемпион США Пётр Чернышов. Ты часы любви остановил, нелепо что-то говорил. Юлия Блестящая и пятикратный чемпион США Пётр Чернышов. Юлия Блестящая и пятикратный чемпион США Пётр Чернышов. Юлия Блестящая и Пётр Чернышов. Юлия Блестящая и пятикратный чемпион США Пётр Чернышам. Купий номер одиннадцать. Юлия Блестящая и пятикратный чемпион США Пётр Чернышов. Это значит уже никогда, я сегодня целую тебя в последний раз. Я целую тебя в последний раз. Я целую тебя в последний раз. Юля Бестящая и Пётр Чернышов. Я честно хочу сказать, мне конечно больно было кататься и наверное я постаралась всю свою боль может быть выразить в эмоциях. Вот всё, что у меня было больного в ноге, я вот постаралась эту боль выложить в своих эмоциях. Но немножечко не получилось. Но я надеюсь, что у меня, что всё-таки зрители меня поддержат и не дадут возможности вот так вот из-за такой какой-то маленькой травмы, потому что я считаю, что она маленькая для меня и что они обязательно дадут нам возможность участвовать дальше. Давайте посмотрим повтор. Когда спортсмены выходят на старт, не может быть никаких скидок. Поэтому смотрим не только на шаги, но и на поддержки, в целом на всю композицию. Поскольку даже при этом элементе вертушка в шпагате и вот шаги. Смотрим, действительно мешает, конечно, травма Юли в полную меру проявить своё мастерство. Но четыре оборота вертушка олень, параллельные шаги с троечными поворотами, вращение в циркуле в конце программы, составили добротный каркас программы. И самое главное, смелые контрастные движения. Мне кажется, Аркадий Укупник, автор прозвучавшей песни, принял бы и ледовую трактовку. Итак, оценки нашего жюри. Игорь Бобрин, 6-0. Ирина Моисеева, 5-5. Николай Цискоридзе, 6-0. Андрей Мининков, 6-0. Елена Чайковская, 6-0. 29,5 баллов. Андрей, Андрей Мининков, так. Слава Андрея! Слава Андрея! Слава Андрея! Слава Андрея! Андрей, вот Сергей Кононыгин, он сказал, что никаких скидок вы действительно не делали скидок. Чем я провинился опять? Поставил 6-0. Было, конечно, заметно, что у Юли травмирована нога. Но они так профессионально из этого выходят. Там, где надо, переложили нагрузку на здоровую ногу. Там, где надо, сделали больше поддержек. Там, где надо, убрали что-то для того, чтобы, так сказать, Юля могла нормально выступить. Вот это меня поражает и очень радует. Мне показалось, что дорожка могла быть параллельная, намного сложнее и интереснее. Мне показалось, что та планка, которую вы для себя подняли, она настолько высока, поэтому надо это поддерживать. Первым ей быть очень сложно. Мало стать, надо доказать в следующий раз опять, что ты опять первый, опять ты лучший. Я хочу восхититься Юле очень сильно, потому что ей достался очень органичный партнер, очень пластичный, очень музыкальный. И то, что сегодня она показала, да, с точки зрения партнерства, именно корпуса, рук, как она ему вторила, вы знаете, мне бы даже казалось, что я смотрю Олимпийские игры. Может быть, мои коллеги видят какие-то недостатки в ногах, да, но по впечатлению, по восприятию, да, Юлечка, ты большой молодец, браво. 8-803-333-5011, смс 11 на номер 6060, Юлия Блестящая, Пётр Чернышов.